В Екатеринбурге 32-летний водитель, превысив скорость и проехав перекресток на красный сигнал светофора, совершил ДТП, в котором пострадал он сам, его товарищ, сидевший на переднем сидении. Женщина, находившаяся сзади в качестве пассажирки, погибла. Эта авария попала в объектив уличной камеры наблюдения. Как сообщили в отделении ГИБДД по Екатеринбургу, трагическая авария произошла в минувшую субботу, 21 ноября, в половине десятого вечера. Автомобиль Volkswagen Polo черного цвета двигался по проспекту Академика Сахарова в академическом районе Уральской столицы со стороны улицы Чкалова в направлении Вильгельма-де-Генина со значительным превышением разрешенной скорости. На перекресток с улицей Мехринцева водитель Polo выехал на красный свет, едва не сбив одного, а затем и другого пешехода. При попытке затормозить гонщик потерял управление, машину занесло и выбросило на разделительную полосу, а затем и на проезжую часть встречного направления. При этом Volkswagen снес 9 звеньев ограждающего забора. Последствия столкновения с забором оказались по-настоящему ужасны. Пассажирку седана, не пристегнутой ремнем безопасности, по словам очевидцев, выбросило на проезжую часть. Самого водителя пронзило деталью разрушенного ограждения. Его пассажир, как рассказали свидетели, выбрался из машины с окровавленной головой и в порванной одежде. Однако после оказания ему первой медицинской помощи, 40-летний мужчина от госпитализации отказался. Возможно, он также получил серьезные ранения, но в тот момент ему было не до этого. Погибшей женщиной оказалась его невеста, свадьба с которой должна была состояться уже через неделю. Вот как описал происходившее на месте трагедии брат водителя Volkswagen Максим. Пассажиром был друг моего брата. У него 28 ноября должна была быть свадьба. Он не мог поверить в гибель невесты Триасию, кричал «Лена, вставай!». Как сообщили в ГИБДД, 35-летняя пассажирка от полученных ран скончалась на месте до прибытия скорой помощи. Водитель Volkswagen самостоятельно покинуть машину не мог. Его грудную клетку пронзил обломок забора. Спасателям пришлось сначала вынимать мужчину из машины вместе с железякой, а затем врачи убрали инородное тело из его груди. Пострадавшего прооперировали, и в воскресенье он пришел в себя. Среди полученных им травм – перелом руки и ключицы. По свидетельству очевидцев, оба мужчины были пьяны, и также, как сидевшая сзади пассажирка, не использовали ремни безопасности. Впрочем, в отчете ГАИ об опьянении пока ничего не говорится. Не смог подтвердить версию опьянения и брат водителя Пола Максим. 32-летний рулевой имеет 13 лет водительского стажа. За это время он 8 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД. В отделе пропаганды ГИБДД так прокомментировали случившееся. Напоминаем водителям, что чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям. Госавтоинспекция акцентирует внимание на том, что безопасность каждого участника дорожного движения прежде всего зависит от самого человека. Сев за руль, пристегнитесь ремнем безопасности сами и проконтролируйте, чтобы ваши пассажиры также пристегнулись. Выбирайте скоростной режим в соответствии с дорожными условиями. Продолжение следует...